Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вот весь этот феминизм, то, сё... Смотрите, сестры, слушательницы, мы не видим никаких проблем в том, чтобы сестры занимали руководящие должности в судах. В этом нет ничего такого. Если сестра хочет быть судьей, ладно, в прошлом были женщины-суди. Не хочу вдаваться в подробности. Она может быть муфтием. Сама наша госпожа Аиша, роды Аллаху Анха, была муфтием. У нас с этим нет проблем. Но суть в том, что когда Аллах сказал, что хочет сделать Адама, алейхиссалям, халифа, его сделать наместником. Я установлю на земле наместника. Он мне сказал о двух, об Адаме и Хаве. Он сказал только об Адаме. Это не значит, что женщина не может управлять какими-то делами. Может. Но в этом мире есть система, а именно, кто бы что ни говорил, в целом, мужчина должен доминировать над женщиной. Вы можете возразить, мол, как ты можешь так говорить? Это сексизм, это неправильно. Смотрите. Я спрашивал шейха Рашида. Зайда Рашида. Из Пакистана. Я спросил его, говорю, послушайте, шейх. Говорю, я имам. И меня спрашивают об этих вещах, о правах между палами, о равенстве и так далее. Говорю, пожалуйста, шейх, объясните, каким должен быть наш взгляд на эти вещи. Он говорит, смотри, ты должен оценить ситуацию, рассмотреть, в чем суть вопроса. Я говорю, ну смотрите, женщина наподобие железной леди Маргарет Тэтчер. Вот о чем я. Говорю, Тэтчер правит целой страной и так далее и все остальное. Он говорит, смотри, исключительные случаи нельзя брать за правила. Исключительные случаи нельзя брать за правила. Мы верим, что женщина может править, что женщина обладает способностью править. В исламе разногласия, должна ли править женщина или нет, это спорный вопрос. Я не говорю, что по исламу женщина должна править страной, нет, нет. Я говорю, что в общем у женщины есть такая способность. Но исключительные случаи не берутся за правила. И он сказал, если взять любую армию, которая приняла в свои ряды женщин, Вот поговорим об одной из тяжелейших сторон жизни. Их много. Когда Аллах об Адаме, алейхиссалям, сказал халифа, суть в том, что самые важные вопросы – главенство, управление, верховная власть, управление миром, контролировать мир. Все это в обобщенном плане. Задача мужчины, а не женщины. Просто Аллах ее не создал для самых глобальных задач. Не создал править миром. До судного дня этого не произойдет. Что можно извлечь из этого слова Аллаха? Когда Аллах об Адаме, алейхиссалям, говорит халифа, что из этого можно извлечь? До судного дня не будет доминирующей группы женщин, которые будут править миром. Такого не будет. Такого просто не будет. Это из-за природы человека. И он привел мне пример. Говорит, вот американцы приняли женщин в армию. Говорит, ладно. И они говорят о равенстве, что женщина тоже может воевать в армии, ладно. Но он сказал, тут надо говорить не о том, что женщина служит в армии, а о том, что женщина воюет на передовой. Если ты посмотришь статистику, когда женщины воевали на передовой, под реальным огнем. Говорит, почитай отчеты. Журналы научные, почитай. Увидишь, говорит, что для человека очень тяжело видеть, как оторванные ноги разбросаны. Кровь льется рекой, на лицо тебе попадает, в глаза попадает. А тебе нужно продолжать двигаться. И вот ты видишь парня, у которого глаза вытекли. Еще кого-то видишь, кто на дереве висит. И так далее. Тело чье-то гниет. Не каждый желудок это выдержит. Не у каждого такие нервы и желудок. Но говорит, смотри, почитай доклады в этих научных журналах. Когда изучали поведение людей в армии, ты увидишь, что большинство мужчин могут это переносить. А большинство женщин нет. Множество женщин возвращались с серьезным расстройством после войны на передовой. Поэтому в армиях стараются не позволять многим женщинам воевать на передовых позициях. То есть мы не говорим, что для женщины нет места на этой земле. Нет. Аллах создал прекрасный мир, в котором есть противоположности. Пожалуйста, поймите это. Есть земля, есть небо. Есть жара, есть холод. Есть право, есть лево. Есть дождь, влажность, есть сухость. Аллах создал противоположности. Мужчина – это противоположность женщины. А женщина – противоположность мужчины. Это две половинки. И они должны быть вместе. Например, вам нужен дождь. И нужно солнце. Чтобы рос урожай. Хотите урожай? Хотите зелень? Фотосинтез, чтобы работал? Тогда вам нужен дождь, но также нужно и солнце. Две половинки одного целого. Дождь не может жаловаться. Типа, вот ты, солнце, ты высоко в небе. Ты смотришь свысока. Все смотрят на тебя. А меня винят, что я выпадаю не в тот день. Все симпатии тебе. Когда ты выглядываешь, все выходят, наслаждаются тобой. Все хорошее тебе говорят. А меня винят, что я выпадаю. Они меня выживают. Мне нужно быть как ты, солнце. Мне нужно быть как ты, светящимся, горячим, вместо того, чтобы быть холодным, как я. Если так будет, порядок нарушится. Холодное станет горячим, горячее холодным. Все станет горячим или все станет холодным, будут сбои. Точно так же, смотрите, мужчина и женщина созданы как противоположности. Мы дополняем друг друга. Мужчина дополняет женщину в этом мире. Женщина дополняет мужчину. Как это? Если вы внимательно посмотрите на природу мужчины и женщины. Субханаллах, увидите, что Аллах даровал женщине умения, которые мужчинам не под силом. Взять материнство. Аллах называет уалида ум, Аллах даровал женщине ханан, великую, глубокую любовь. В их сердце безусловная любовь, которую Аллах даровал им. Мужчины в основной своей массе так не могут. А детям это нужно. Часть воспитания ребенка, это когда есть баланс между интеллектом и эмоциями. Женщина дает эмоции, а мужчина дает интеллект. Мы как люди нуждаемся и в том, и в том, чтобы полноценно развиваться. И Аллах даровал женщине свои сильные стороны. Она со многими вещами может справляться. Например, на ранних стадиях жизни ребенка. А мужчина не может себя так хорошо проявить в этом. Чуткость, внимательность женщины в общем смысле. Мужчина этим не обладает. Вот взять секретарскую работу. Почему мужчина в этом не может показать себя хорошо? В общем и целом. У мужчины часто нет этой способности работать четко по часам. А женщина может. Мужчина не может быть так внимателен к деталям, как женщина. Но женщины, опять же, не могут справиться с мужской работой, с глобальными задачами. Вернемся к хадису. Что он значит? Первый момент я вам уже объяснил. Я говорю о ребре. Второе. Вот если вы посмотрите на ваше ребро, что вы будете делать со своим ребром? Например, спросите, почему мое ребро изогнутое? Такой вопрос. Красота в том, что ребро должно быть изогнутым. Ребро на своем месте. Даже ваши самые нижние ребра должны оставаться там, где они есть. Вам нужна эта форма. Ведь она поддерживает ваше тело в форме. Позвоночник другой. Он другой. Позвоночник должен быть прямым. А ребра изогнутыми. Опять же, взаимодополняемая структура. Аллах, ази-а-джал, создал человека. В суре Тарик он сказал, человек вышел из спермы, из семени, которая изливается. Он вышел из места, расположенного где-то между позвоночником и ребрами. Почему Аллах это говорит? Потому что важны обе эти структуры. Ребра не могут держаться без позвоночника. и позвоночник не может держаться без рёбер. Всё тело тогда будет вихляться без рёбер. То есть, опять же, урок, который мы из этого извлекаем, в том, что есть две важнейшие взаимодополняющие части. Это мужчина, стоящий прямо, и женщина со своей лёгкой кривизной. Что это значит? Это значит, что мужчина одарен большей порцией интеллекта. Вот посмотрите на спину. Это выводы, которые мы извлекаем из этого. В книгах, возможно, вы этого не найдёте. Вот посмотрите на спину. К чему она присоединена? Спина соединена с мозгом. Соединена с мозгом. Если ломается шея, можно остаться парализованным на всю жизнь, ведь прерывается связь с мозгом. На что Аллах Азу Аджаль нам указывает? Мужчина в большей степени использует интеллектуальный ресурс. Прошу прощения, не то, что у мужчины больше интеллекта, а это называется больше использовать интеллектуальный потенциал, нежели эмоции. Тогда как женщину Аллах создал, такой, что она главным образом использует эмоции, нежели интеллектуальный потенциал. Неправильно сказать, что у них мало интеллекта, нет. Здесь, опять же, взаимодополняющие части. Нужны обе эти стороны. Поэтому, когда хрупкий младенец в руках женщины, ей всегда удается бережно с ним обходиться. Вот, если взять отца-одиночку или мать-одиночку, не знаю, знакомы ли вам эти исследования. Они есть, пожалуйста, почитайте. Если посмотрите, как отцы-одиночки растят детей, в такой ситуации ребенок вырастает с преобладанием таких качеств, как сила, жесткость. А если мать-одиночка растит ребенка, ребенок вырастает более мягким. А когда родители вместе, они дополняют друг друга. Почему я говорю про одиночек? Чтобы вы сравнили, что дает мужчина и что дает женщина. Аллах создал женщин такими, что в них заложены глубокие чувства. И Аллах о ней сообщил, что она создана из ребра. Эмоциональность связана с этим. Аллах, азу аджаль, создал их такими, что вместе с мужчиной они создают удивительную комбинацию, но каждый из них поодиночке, они не смогут сделать то, что смогут вместе. Ни мужчина, ни женщина. Мой друг сказал мне, он, кстати, ученый, и он сказал, субханаллах, как же мудро Аллах сделал по исламу так, что вопрос развода находится в руках мужчины, а не в руках женщин. Почему? Он сказал, говорит, вот если посмотреть на любую статистику, статистику разводов, в случае разводов в Англии. В интернете легко можно найти эту статистику разводов. Речь о светской статистике. Сколько в Англии разводятся, и сколько из этих разводов инициировано мужчинами, и сколько женщинами. Ведь в этой стране таков закон, что подать на развод может как мужчина, так и женщина. Он говорит, субханаллах, если посмотреть на статистику, большинство людей в Британии или в западном мире, где законодательно разрешено и мужчинам, и женщинам подавать на развод. Так вот, говорит, можно обнаружить, что в 90% случаев они развелись по инициативе женщины. Почему? Эмоции преобладают. А когда зашкаливают эмоции, ее интеллект, ее разум помутняется. Так и бывает. Поэтому Аллах сделал так, что развод в руках мужчины. Так Аллах распределил. Ему лучше знать, как мы устроены. Это еще один момент. Следующий момент, о котором я хочу упомянуть, это то, что ребро само по себе. Пророк, салаллаху ай-нахи-всалям, сказал, будете выпрямлять, сломайте, а если оставите его, оно останется как есть. Аллах создал так женщину. Не ожидая, что твоя жена будет размышлять как мужчина. Это огромная ошибка, которую мужчины допускают. Думают, ну почему она не может думать как я? Но если бы она думала как ты, она была бы мужчиной. Она тогда была бы мужчиной. Ты с мужиком жить хочешь? Ты мужчина, она мужчина, ты б так не хотел, да ведь? Так что они думают по-другому. Вот допустим, может получиться так, что она может расстроиться, ее может начать шатать. У женщин так бывает. Бывает так, я же разных женщин видел. С которыми работал, женщина из моей семьи, родственницы, другие женщины, которых я знал. И на основе этого опыта я вам в общем говорю. И когда наступает какая-то ситуация, которая требует рассудительности, женщину начинает слегка шатать. Аллах их так создал, что иногда они могут, так сказать, сбиваться с курса. Слегка терять равновесие. В плане мышления. Я не говорю обо всех женщинах. Я говорю в общем. Но мужчина теряет эмоциональное равновесие, когда ситуация требует эмоций. Теряют они равновесие. Вот например, допустим, есть отец-одиночка, и с ним живет ребенок, который от него зависит. Поначалу с ним он, хорошо, молодец, идем сюда, на, вот возьми. Но уже вскоре, он говорит, так, я же тебе дал ложку, а ты плачешь, просишь другую ложку. Ты ее на пол уронил, подними. Подними ложку с пола. Подними ложку с пола, я тебе говорю. Дай сюда, помою ее. На, возьми. Не могу, уже на работу опаздываю. Вы, дети, мне мозг выносите. Давай по-быстрому позавтракай. И мне нужно бежать. Ты опоздал сюда, ты опоздал туда. Нелегко ему придется. Говорю, такое бывает. А женщина как поступит? Когда ребенок ее выводит из себя, я это видел. Дети могут выводить из себя. Вот, например, моя жена, иной раз. За нее уж точно могу сказать. Ее ребенок выводит из себя, а она все равно с любовью. Она к нему все равно с любовью. Не переживай, я помою ее. Вот, на другую ложку. На другую ложку, возьми. Доедай. А иной раз дети между собой спорят, друг на друга нападают, типа, это ты начал, нет, это ты начал, нет, ты, нет, ты, это ты начал. Мужчина в такой ситуации что делает? Поначалу он пытается их успокоить. Первые несколько случаев. А на 20-30 раз мужчина скажет, эй, ты в этот угол, а ты в этот угол. А женщина? Женщина скажет, идем сюда на коленки. Идем, посиди. Ну чего ты расплакался, скажи. Вот так она будет делать. А мужчина не может выполнять ее функцию. Что я хочу сказать? Ее начинает шатать в тех вещах, которые требуют мышления в жизни. А мужчину шатает, когда он в жизни имеет дело с эмоциями. То есть мужчина, ему часто тяжело справляться с ситуациями, когда дело требует эмоций. А женщине трудно, когда требуется рассудительность. Поэтому просто оставьте ее такой, какая она есть. И посланник Аллаха, саллиллаху аль-нахиу, салям сказал, будешь выпрямлять, сломаешь, а если оставишь, оно останется таким, как было. Таким, каким Аллах его создал. Оставь его так. Так что мужчине, нужно понять, что ребро Аллах создал таким по своей мудрости. И нужно оставить его, какое оно есть. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Живи по совести и вери, люби людей, твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной цели.